Исходя из голосования с вопросом какой шлем лучше, из 35 голосов 43% проголосовали за Топхельм, еще 43% за Бацанец забрал он Худс Гугель, но о нем в следующем ролике. Так вот, Топхельм очень хороший шлем, много раз доказывающий свою эффективность, но у него как и у всего есть ряд минусов. Первый, это обзор в шлеме. У Топхельма, как правило, очень узкие глазницы, и то, что происходит ниже твоего подбородка, ты просто не видишь. Топхельм создавался как шлем, защищавший от копейного таранного удара, тактику которую практиковали рыцари. Но не видя, что происходит у тебя под носом, ты не сможешь сражаться, поэтому сперва на голову одевали стегутый подшлемник. На него шлем похож на железную миску, сервильер, а на него кольчужный капюшон, и потом уже Топхельм. Имея должную защиту головы после таранного удара, Топхельм сбрасывали и продолжали брюшний бой без него. Второй минус. Ранние Топхельмы висели на голове, и весь вес удерживался шеей. Это уже более поздние версии по типу Топхельм Грифон сидели на шее, что уменьшало подвижность и обзор. А на секундочку его вес от 3 до 4 килограмм, а современные медики допускают максимально... Вес средств защиты головы не более 1600 грамм. Еще минус. В Топхельме нет циркуляции воздуха, из-за чего в нем крайне сложно дышать, и он очень быстро начинает потеть изнутри. Но несмотря на все минусы, Топхельм очень хорошее средство защиты головы своего времени, которое спасло множество жизней.